Добро пожаловать на библейскую субботнюю школу Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем изучать Священное Писание в этом квартале сквозь призму темы, разделяя радость Божьей миссии. Сегодня перед нами урок номер семь, который называется «Делиться словом», словом с большой буквы, словом Божьим. Библия является важным, основополагающим и главнейшим документом, когда мы говорим о провозглашении Божьей истины. И потому сегодня речь пойдет об использовании Священного Писания и о значимости Библии в процессе благовествования. Начнем мы вот с какого вопроса. Какие символы, какие образы используются в самой Библии для описания Слова Божьего, для описания, по сути, ее самой? Прочитаем несколько отрывков и ответим на вопрос о том, какие образы использованы и какую весть несет каждый из этих образов. Первый отрывок – книга Псалтирь, 118 глава, 105 стих. Известное место. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Библия здесь представлена в качестве светильника. Сегодня, когда те, кто живет в индустриально развитых странах, привыкли к электричеству, привыкли к освещению улиц, привыкли к тому, что, скажем, в центре города светло и днем, и ночью, и так далее, осознание важности света и светильника несколько снизилось. В древности же, когда Библия писалась источником света для передвижения, могло быть только то, что ты сам несешь в своей руке. Потому что речь идет именно о пути. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». То есть представлена картина мрака, тьмы вокруг. И вот есть предмет, который этот путь освещает. Этот предмет – это Слово Божье. Передается идея просвещения. Без этого светильника во тьме можно заплутать, можно свалиться в пропасть, можно погибнуть. Еще один отрывок – книга пророка Иеремии, 23 глава, 29 стих. Иеремии, 23-29. Здесь написано «Слово Мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Здесь у нас два образа. Во-первых, огонь. Во-вторых, молот, разбивающий скалу. Что передают эти образы? Огонь – это сила, способная разрушать. Но в Священном Писании есть отрывок, который говорит о том, что огонь разрушает не все. Солому, дерево и иное непрочное сжигается. А вот то, что ценно на самом деле – золото, серебро, ценные металлы – остается. То есть, Писание здесь представлено в образе огня, который сжигает наносное, оставляя самое ценное. А вот молот, разбивающий скалу, в том контексте эти слова описывали Слово Божье в сравнении с лжепророчествами. Вот эта 23-я глава книги Иеремии обращена против лжепророков. То есть, Слово Божье, оно четко, оно разрушает ложь, оно разрушает ложные представления. Еще один отрывок, где Слово Божье представлено образно – это Евангелие от Луки, 8 глава, 11 стих. 8, 11. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божье. Слово Божье представлено в образе семени. В семени содержится, во-первых, информация, генетическая информация, по которой далее это растение будет развиваться. А во-вторых, в семени содержится сила. Информация и сила. Вот образ, передаваемый, вот идеи, передаваемые этим образом. Слово Божье содержит информацию для трансформации, для преобразования. И, наконец, хотя этих образов больше в Библии, упомянем сегодня хотя бы еще один. Это у нас Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. Матфея 4, 4 говорит. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Иисус здесь цитирует книгу «Второзаконие». И Слово Божье уподобляется хлебу, пище. Оно продлевает духовную жизнь, и оно содействует духовному росту. Без Слова Божья духовно расти невозможно. Вот это некоторые образы, встречающиеся в Священном Писании, для того, чтобы передать с разных сторон суть и природу Слова Божье, а в частности, Священного Писания. И все эти образы в разной степени применимы к описанию миссии, когда Слово Божье возвещается, провозглашается и воздействует на слушающих. Теперь, продолжая исследование природы Слова Божье, я приглашаю вас обратиться к книге «Псалтирь» 32 главе. Книга «Псалтирь» 32 глава. Мы прочитаем там стихи 4, 6 и 9. 32 глава, в начале 4 стих. «Ибо Слово Господне право, и все дела Его верны». 6 стих. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». И 9. «Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось». Что означает «Слово Господа право», как говорит 4 стих? Вот что предлагают современные переводы. Перевод Кулакова говорит «Слово Господа правдиво». Перевод российского библейского общества «Истинно слово Господне». Соответственно, какое слово Господне, которое истинно, правильно, правдиво, верно, какое именно слово Господне здесь имеется в виду? Ответ – то, которое Он передает через рабов Своих пророков, то, которое Он людям сообщает. Потому что только человек, существо мыслящее и разумное, существо личностное, в состоянии отреагировать и оценить, верно ли, справедливо ли, истинно ли слово Божье. То есть, это то слово, которое слышит человек. И в действительности, понятие слова Господне в Библии многократно описывает Божьи слова людям. Например, книга Бытие, 15 глава, 1 стих, Бытие, 15, 1, говорит, «После сих происшествий было слово Господа к Авраму в видении и сказано «Не бойся, Аврам, я твой щит, награда твоя весьма велика». То есть, речь идет именно о слове, которое Бог сообщает людям, и которое, в частности, записано на страницах Священного Писания. Так вот, говоря об этом слове, в 6 стихе псалмопевец сообщает «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их». Мы узнаем, что, оказывается, природа того слова, которое вызвало нашу планету и все мироздание, и всю Вселенную к существованию, точно такая же, как природа того слова, которое слышал Авраам, иные Божьи пророки, и которые были записаны в Священном Писании в Библии. «Ибо», 9 стих, «Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось». То есть, вот эти записанные Божьи слова, они обладают такой же творческой силой, как и те слова, которыми Бог творил Вселенную. Вот это природа, это суть Священного Писания. На эту тему прочитаем также послание к евреям, 4 главе, стихи 12 и 13. Евреям, 4 глава, стихи 12 и 13. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет». Первый вопрос. Каковы действия Слова Божия согласно этому отрывку? Написано, что оно, будучи живым и действенным, оно проникает. Дальше оно судит. Но вот что интересно. 12 и 13 стих, они связаны друг с другом, и на первый взгляд может показаться, что речь идет об одном и том же. Вот посмотрите еще раз. Оно острее, оно проникает, оно судит. Нет твари сокровенной от Него, все обнажено и открыто перед очами Его, Ему дадим отчет. Но когда мы вчитываемся, то становится понятно, что в 13 стихе речь идет уже не о Слове Божьем, а о самом Боге. Все открыто и обнажено пред очами Его, Бога. Ему, Богу, дадим отчет. Что же получается? Какова взаимосвязь 12 и 13 стиха? В этом отрывке Священного Писания, как и в целом ряде иных, Бог и Его Слово отождествляются. Когда мы читаем записанное Божье Слово, мы фактически слышим Божий глаз. Статус Слова Божия, таков же, как статус самого Бога, согласно этому отрывку. И без каких-то изменений одной речью, одним высказыванием. Вначале речь идет о Слове Божьем, а потом о самом Боге. Вот это всегда важно помнить. Бог и Его Слово тождественны, и их никогда нельзя противопоставлять. Соответственно, коль скоро Библия такова, Священное Писание таковы, Слово Божие таково по природе, какой будет задача представителей тела Христова на земле, представителей Церкви? Какой будет задача тех, кто участвует в Божьей миссии в плане использования Божьего Слова? Я хочу предложить следующий ответ. Самая главная задача заключается в том, чтобы приводить людей в соприкосновение с этим словом. Разными способами – текстом ли, аудио ли, видео ли, личным ли разговором. В любом формате главное в миссии заключается в том, чтобы осуществилась встреча между человеком и этим священным документом. Потому что, встретившись лицом к лицу, столкнувшись с реальностью живого Божьего Слова, человек обязательно почувствует на себе его воздействие. И если пожелает открыться и сотрудничать с Богом через Божье Слово, то обязательно это Слово, которое является светом, просветит разум. Это Слово, которое является огнем, оно спалит все наносное, оно разобьет все неверные представления. Это Слово, которое является семенем, оно обязательно прорастет в разуме, в естестве человека и даст добрый плод. Это Слово обязательно будет содействовать духовному росту человека. То есть, главное – создавать условия, создавать возможности знакомства человека, которому мы благовествуем с истиной Слова Божья. А Бог, а Дух Святой, давший это Слово, будет осуществлять свою работу. Следующий раздел сегодняшнего урока называется так «Преимущество изучения Слова Божьего». Безусловно, назвать все преимущества нам не хватит времени, потому мы можем ограничиваться сегодня и ограничимся лишь несколькими отрывками. Давайте вспомним 2 Послание Тимофея, 3 главу, 15 стих. 2 Тимофею, 3 глава, 15 стих. Написано так. «Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Какова цель священных писаний? Ответ – спасение. Дать мудрость для спасения. Они могут умудрить тебя для спасения. Вот это главная цель Слова Божья. И вновь о ней заявлено не только здесь. Например, в конце Евангелия Теана написано, что много иное содел Иисус. И если бы все это описать, то самому миру не вместить бы книг. Но что написано? Написано, чтобы вы уверовали и обрели жизнь вечную. И так далее. Главная цель Писания – спасти человека, дать мудрость для спасения. А как обретается спасение? Сказано, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Потому вера во Христа Иисуса, в Господа и Спасителя, является основной целью. Знакомство со священным писанием. И с точки зрения миссионера, спасение – есть главная цель. Оно же, это спасение, обретается верою во Христа Иисуса, явленного на страницах Священного Писания. Дальше, указав вот это одно преимущество, обратимся еще к некоторым отрывкам Библии и ответим на такой вопрос. Что еще дает изучение Священного Писания? Повторюсь, безусловно, эту тему можно было бы рассматривать довольно долго. У нас есть время привести только три отрывка. Итак, что дает Библия? Помимо уже указанного. Евангелие Теана, 17 глава, 17 стих. Иоанна 17, 17. Библия освящает, помогает очиститься от греха, помогает двигаться к Божьей святости. Она содержит мерило святости, и она освящает. Еще один отрывок книги Деяния Апостолов, 20 глава, 32 стих. Деяния Апостолов, 20 глава, стих 32. «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Слово Божье, оно назидает, и оно содействует тому, что человек обретает наследие со священными. Наследие в Царстве Божьем. Слово Божье содействует обретению наследия, приготовленного Богом для тех, кто выбирает его. И еще один отрывок. Второе послание Коринфянам, 3 глава, стихи из 14 по 18. Второе Коринфянам, 3 глава, стихи из 14 по 18. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Говорится о тексте Священного Писания, который для некоторых, к сожалению, находится непонятым, остается непонятым, потому что написано «Умы их ослеплены». Однако Господь в состоянии снять это покрывало и просветить внутренний взор человека, и тогда, продолжая читать то же самое Священное Писание, Господь являет человеку при чтении свою славу. То есть, продолжая читать Священное Писание, мы видим славу Господню, и мы преображаемся. То есть, Священное Писание содействует процессу преображения. Вот некоторые из преимуществ Священного Писания – знакомство с Ним, использование Его, чтение Его, изучение Его, которые есть время упомянуть сегодня. Следующий раздел нашего урока – это «Применяя Божье Слово». В этом отношении есть, конечно, большой разброс приемов и традиций использования Священного Писания. Посмотрим, что Библия говорит сама о себе, открыв 2-е послание Петра, 1-ю главу, стихи 3-й и 4-й. 2-е послание Петра, 1-я глава, стихи 3-й и 4-й. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Итак, зададим несколько вопросов по прочитанному. Что нам дано, что нам даровано? Во-первых, написано, «Даровано нам все потребное для жизни и благочестия, для жизни физической и для жизни духовной, для жизни в Боге». «Как это получить?» Тот же 3-й стих. «Чрез познание призвавшего вас нас славою и благостью». То есть, вот все необходимое для жизни и благочестия нам даровано благодаря познанию Бога. В 4-м стихе еще кое-что упоминается из «дарованного нам», а именно сказано, «нам дарованы великие и драгоценные обетования». Обетования – это обещания, Божьи обещания. Бог говорит, я сделаю то-то и то-то. И благодаря этим Божьим обещаниям нам кое-что доступно. Что же? Читаем 4-й стих. «Дабы вы через них, то есть через эти великие и драгоценные обетования, соделались причастниками Божеского естества». Это удивительное заявление. Благодаря обещаниям, оставленным Богом в Своем Слове и Священном Писании, мы с вами становимся причастниками Божеского естества. Нам открыт доступ в саму сердцевину Божества. Это очень важное заявление. В Библии очень много Божьих обещаний, того, что Господь сказал, я сделаю. И вот теперь вопрос, как же использовать эти Божьи обетования, чтобы обретать через них вот этот доступ к Божескому естеству. Приведем один пример. Книга «Бытие», 39-я глава, стихи с 9 по 12. «Бытие», 39-я глава, стихи с 9 по 12. Прошу прощения, 32-я глава, с 9 по 12. «Бытие», 32, с 9 по 12. Написано, «И сказал Иаков, Боже, отца моего Авраама и Боже, отца моего Исаака, Господи, сказавши мне, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Не достоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исаава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Это пример того, как Иаков, патриарх, использует Божьи обещания. Итак, что же он делает? Мы находим, что в своей просьбе к Богу, в своей молитве к Богу, он приводит некоторые обоснования. Он обосновывает свои просьбы. Девятый стих говорит «Господи, сказавший мне». И далее идут Божьи слова. В двенадцатом стихе Иаков говорит «ты сказал». Кавычки открываются и снова цитата. То есть, прося у Бога что-то, Иаков просит его на основании Божьих обетований, Божьих обещаний. Тем не менее, важно задать следующий вопрос. Каково положение Иакова и каково отношение Иакова к Богу вот в этой молитве? То есть, как он себя ощущает пред лицом Божьим? Вот десятый стих. Он говорит «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему». Это называется смирение. Он просит. Именно просит, а не требует. Он обращается с прошением, а не с предъявлением претензий. И это очень важно отметить. Потому что с использованием обетований Божьих из Библии есть, к сожалению, две широко распространенных ошибки. Первое заключается в том, что эти обетования часто используются вне контекста. То есть, понравилось человеку какое-то Божье слово, и он вдруг решает, что это к нему относится или к его семье, и начинает цитировать, и начинает провозглашать, исповедовать свою веру и прочее, прочее. А на поверку оказывается, что это слово к нему вообще не имеет никакого отношения и не может иметь никакого отношения. Поэтому очень важно, дорогие, исследуя Священное Писание, находя там Божьи обещания, которые в действительности очень благодатны, и через которые мы можем приступать к божественному естеству, ко всем его ресурсам, нужно, во-первых, удостовериться в том, что это обещание в действительности ко мне относится, то есть, что оно, что его использование обосновано в этом случае, что именно об этой ситуации идет речь, что это обещание, оно широко, что оно касается не только той личности или той группы людей или той ситуации, когда оно изначально было дано, что Божий замысел в том, чтобы это исполнялось и для других, и для меня в частности. Вот это очень важно решить, проверить и в этом удостовериться. Ну и, во-вторых, нельзя у Бога ничего требовать. Даже если Господь что-то обещал, да, подобно патриарху Иакову, мы можем Его об этом просить. Бог остается суверенен, потому что в любом случае все обетования даны были давным-давно. То есть, мы пользуемся тем, что уже было сказано, и для кого-то оно уже исполнилось. Поэтому, когда мы просим, когда у нас есть основания, чтобы оно и для меня исполнилось, мы именно просим, мы обращаем прошение к Богу. Мы не вымогаем у Бога, мы не настаиваем, потому что, как известно, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, потому что много замыслов в сердце человека, и нам иногда кажется, что вот это самое-самое-самое то. А потом, спустя время, мы понимаем, что если Бог бы тогда нам это дал, это было бы нам во вред, это было бы губительно. Поэтому два предостережения. Используя Божье обетование, во-первых, удостоверьтесь, что это правомерно их использовать, во-вторых, можем лишь просить, мы не можем требовать. И последний раздел урока называется «Делясь словом». Речь пойдет о том, как именно доносить Священное Писание для других. Откроем послание в Колоссы, 4 главу стихи с 3 по 6. В Колоссе нам 3 глава, 4 глава с 3 по 6. «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше, да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Здесь отражено 4 фактора. Который важно использовать и важно принимать во внимание, когда мы делимся Божьим Словом. Первый фактор – это молитва. Апостол понимал, что даже о нем нужно, чтобы молились. «Молитесь о мне, чтобы Бог отверз мне двери, чтобы я мог возвещать и чтобы я возвещал, как должно». Второй фактор – это благоразумие. 5 стих. «Со внешним обходитесь благоразумно». Надо подумать, проанализировать, размыслить, прежде чем говорить. В этом же 5 стихе третий фактор сказано «пользуясь временем». В современном переводе Кулакова «наилучшим образом используя время». То есть, даже если это истина, даже если это нужно возвестить, удачный ли для этого момент посмотреть, когда лучше было бы, когда эффективнее было бы сказать человеку то или иное. И, наконец, четвертый фактор, шестой стих. «Слово ваше да будет всегда с благодатью». Слова должны быть именно исцеляющими, благодатными в благовествовании. Никогда не губительными, никогда не оскорбительными. Дабы вы знали, как отвечать каждому. Адаптивность – еще один очень важный принцип. Каждому человеку истина доносится по-разному. Итак, сегодня наша тема – «Делясь Божьим Словом». Будем помнить обетование, оставленное Иисусом Христом, о чем записано в конце Евангелия от Матфея, 28 главе, 20 стих, перед этим 19. «Обетование таково, и сея с вами во все дни до скончания века, но важно помнить, кому оно дано. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Сына, Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Обетование о Божьем присутствии дано благовествующим, дано тем, кто осуществляет Божью миссию и делится Божьим Словом. Потому мы никогда не одни, когда осуществляем Божью миссию. Господь пребывает с нами. Да благословит вас Господь в деле Божьей миссии». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...